Боровлянское лесничество – один из участков. Здесь чуть больше 17 гектаров. По версии комиссии Рослесхоза, это ни много ни мало место преступления. В декабре 2018 и начале текущего года здесь и еще на одном участке лесорубы вырубили больше 10,5 тысяч кубометров древесины. По утверждению комиссии, делать этого они не имели права. Но лесники с обвинением не согласны. Данные мероприятия были назначены лесоустройством, соблюдением всех правил ухода за лесами. Конечно, это было неожиданностью в том, что по мнению комиссии, что материалы лесоустройства не являются для нас обязательными. Все были в недоумении, и мы всегда, как говорится, законопослушные граждане, и исполняем согласно действующих норм и правил. Рубки ухода, объясняют специалисты, это когда старые тенистые деревья срубают, давая молодой поросли больше света и простора. Лес таким образом обновляется быстрее, сами деревья меньше болеют. Данный участок после рубок проверили ученые и обнаружили нетронутыми редкие орхидеи. Эти растения были до рубки, они остались после рубки, что говорит о том, что лесная обстановка, лесная экосистема находится в устойчивом равновесии. Эколог Алексей Грибков известный критик деятельности управления лесами. Но даже он удивлен. В утвержденных документах прямо прописано, на данной территории нужны рубки ухода. После этого считать их незаконными, мягко говоря, странно. Грибков уверен, то, что одно и то же ведомство назначает и запрещает одни и те же мероприятия, говорит о главном. В лесном хозяйстве всей страны сложилась ненормальная ситуация, которую необходимо менять. Менять лесное законодательство, менять саму структуру и систему, приводить ее в порядок. Потому что она разбалансировалась, раскачалась. И действующий лесной кодекс, собственно говоря, тому подтверждение 49, если не ошибаюсь, наборов поправок за 10 лет существования. И так часто лесное законодательство не менялось со времен русской правды Ярослава Мудрого. Столько поправок не носилось, сколько внесено за 10 лет последних. При этом и общественники, и лесники признают, недостатки в лесной отрасли региона есть, но не в этом случае. Поэтому управление лесами оформило акт разногласий, который отправлен в Рослесхоз. Илья Кчетков, Андрей Печеркин. День с толком.